Это кино, как акт преклонения перед людьми, которые умеют и любят работать руками, я хочу посвятить одному очень хорошему человеку. Саше Честер, это кино я посвящаю тебе. Человеку с большой буквы Ч. Учителю с большой буквы У. И просто хорошему человеку, о котором так много людей мне рассказало за последние дни. Спасибо тебе. Погнали. Привет, друзья! Всем привет! Хочу сказать, что человеческое любопытство может завести человека черт знает куда. Вот меня, например, мое любопытство завело в сербские плавни. А в плавниках что? А в плавниках шорох. Вот кто там шуршит, с этим будем разбираться прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Что это вы такое здесь делаете? Зачем это все? Хороший вопрос. Мы косим тростник для переработки. Это наше сырье. Используем его в производстве. Это наши материалы для производства. А для чего? Ну, мы много всего из него делаем. Это прессованные плиты, декоративное плетение, зонтики от солнца, ну и так далее. А для крыш? Да, конечно, и для крыш делаем. Это популярно в Сербии? В принципе, да, и в то же время нет. Раньше крышу из тростника имели самые небогатые люди. Если нет денег, крой тростником. Сейчас все наоборот, это очень дорого. У кого есть деньги, для того и делаем. Это очень старая технология. Да, это старая технология. Ручная работа очень мало. Мастеров, которые помнят, как это делать. Их все меньше и меньше. Как ты ловко, а? Да, могу. Это что? Как это называется? Это проволока. Стальная? Да. Как веревка рвется. С ней легче работать, чем с веревкой. Ага. Скажи, это тяжелая работа? Конечно. В основном очень тяжелая работа. А сколько дней в неделю работаете? Работаем обычно от понедельника до субботы. И воскресенье. От погоды зависит. Если позволяют условия, и воскресенье работаем. И сколько так работаете? 15 лет. 15 лет. Значит, вам нравится эта работа? Просто другой не было на селе. Вот и мы пришли и стали работать с тростником. А какая продукция из тростника самая популярная? Самая популярная – навесы для беседок, тростниковые покрытия, крыши. А вот такая крыша, как она в дождь, снег? Не промокает? Крыша? Или все надежно? Она хороша. Но есть и минусы, и, естественно, есть плюсы. Какие? Тростник – отличный изолятор. Крышу из тростника не нужно дополнительно изолировать. Но он имеет свой срок службы. Скажем, лет 30. И лет через 15 самый верхний слой нужно ремонтировать. А как это делается? Ну, снимается верхний слой и ставится новый. Еще мы делаем зонтики от солнца. Это для пляжей, для частных дворов. Если у вас бассейн во дворе, вам необходим такой зонтик. А вот вы косите. Как выглядит сезон? Сейчас конец сезона. Ну, сезон начинается в ноябре и завершается в марте. Тогда тростник зрелый. В марте начинает расти новый, и мы прекращаем косить. А вот если не косить, что будет со старым тростником? Да, он начнет гнить. Через два года тростник падает и гниет, а новый прорастает. Если все время косить, то будет всегда расти новый. А если нет, будет лежать старый и будет гнить. Это хороший бизнес или нет? Это зависит от того, любишь ли работать. Вообще очень тяжело. И сложно. Да, тяжело. Зависит от погоды, природы, Дуная. Любая работа, которая имеет столько зависимости и сложная. Я не понимаю, как это зависит от Дуная. Но смотрите, если вода высокая, у нас сразу проблемы. Если неурожайный год, падает снег, он может повалить тростник, поломать. Да все, что угодно. Это же растение. А огонь? И огонь, конечно, великую проблему. Это же как порох. Бросишь огонек, и это страшно. И такое бывает. Бывают очень большие пожары. А что делать вам, если нет полей? Искать новые? Да, когда неподалеку есть еще поля, это очень хорошо. Чем дальше, тем дороже. Привезти дорого. Люди дорого. Поля дорого. Только тростник бесплатный. Но я не сказал бы. Все поля оплачиваем. Это, конечно, не чьи земли, просто государственная пошлина. Но сама работа, работа – это самое дорогое. А как в Сербии называется ваша профессия? Наша-то. Вязальщик? Ну, мы косим и руками вяжем. Могу посмотреть ваш инструмент. Острый. Это коса для очищения снопов. А косим другой, помощнее. Это тяжелая работа. Тяжка? Нелегкая. Очень тяжелая. Сколько лет уже работаете? Я работаю более 40 лет. Мне почти 58. Вы сильны. Я с 15 и 16 лет работаю. Косим, а что делаете летом, когда нет тростника? А работаем на земле. У меня есть своя земля. Вот этим и занимаемся. Это сезонная работа, да? Да, обычно работа идет с декабря и до края апреля. Потом прорастает зелень и косить уже нельзя. А вот такой уровень воды в поле всегда одинаковый или бывают и выше? Вода? Да. Да здесь сухо было. Воды вообще не было. Вот только сейчас вода пришла. Это все Дунай, да? Дунай разлился и пришла вода. О, здесь вода везде. Это наш древний способ косить вручную тростник. Это тяжело. Вот так руками и косим. А тракторам это другое. Это самый лучший вариант для зимы, когда лед. Вот так вот косим, и все готово. Расскажите, как тростник ставится на крышу? Ну, это называется инфузионный кров. Вот этот сноб, который вот так вот сейчас связан, ставится на крышу и ставится рядами. Сначала нижний ряд, потом верхний. Они все увязываются арматурой. И потом мастера, они называют это четкованье, они так подбивают снизу и формируют покров так, чтобы не было видно стыков, и чтобы кровь лежал единой плитой. Хотя они все сделаны из таких вот снопов. Толщина может достигать 30 сантиметров. И не пропустит воду? Не должно. А эта технология только для богатых людей или нет? Сейчас да. Такая крыша сейчас стоит 30 евро за квадрат. Ну, вот и посчитайте. Крыша размером 100 квадратных метров стоит нормально, дорого. Это да. А как в вашу жизнь пришел тростник? Как все началось? Возникла идея? Да это мой отец начал дело, а я продолжаю. Вот наши поля, вот тростник, и занимаемся. Эту землю никто другой использовать ни для чего не может. Здесь болото. Никак не обработать, ничего не посеять. Только тростник здесь и ничего больше. И сколько у вас народа работает? Ну, в фирме где-то человек 20. Когда сезон, тогда побольше. Когда жатва, то 15 человек всегда в полях. А почему вы сами работаете? Вы же хозяин. Могли бы просто руководить и присматривать. Я думаю, прошли такие времена, когда люди могли сидеть и ничего не делать, командовать. Я шучу. Вообще, это отличная работа. Придешь, поработаешь, устанешь, вспотеешь. Зато точно будешь знать цену денег и чувствовать себя в тонусе всегда. Идет жатва. 15 центнеров с гектара собрали сербские тросководы. Мы на фабрике, которая обрабатывает этот тростник. Это мой новый приятель. Его зовут Росим. Он здесь, ну, самый главный почти. Что вы делаете? Сортируем тростник и вставим его в корыто. Один край вставим на одну сторону толстым концом. А другой на вторую. Продолжение следует... Не знаю, как вас, но меня работа всех этих механизмов просто возбуждает. Продолжение следует... Из тростника мы делаем так называемые штукатуры. Это однослойное такое покрытие, которое может быть различных размеров. Оно используется для ограды, как навесы. Делаем солнцезащитные зонтики, декоративные покрытия. Также мы делаем тростниковые плиты. Это выглядит, как какой-то ритуал. Они не просто кладут, они бьют зачем-то. А здесь делают специальные изоляционные плиты из этого тростника. Это тростниковая плита, самый лучший теплоизолятор. И материал природный, и очень красиво. Можно делать крыши, зонтики от солнца. Но очень интересно выглядит и отличный навес. А кто покупает и кто заказывает все это? Да разные люди берут. Кто-то дом строит, кто-то навес во двор, зонтик от солнца. Сядешь под прохладный навес, возьмешь пиво и хорошо. А почему они покупают материалы из тростника, но, например, не покупают стеропор? Это натуральный материал и декоративно красивый. И изолирует тепло отлично. Но лучше всего пиво, раки или водка под таким солнцезащитным зонтиком из тростника. Наш человек. Какой полезный материал на болотах растет. Пляжные зонтики, все помнят? Такая плита используется в строительстве для крыш. Также используется как сэндвич панели. И навесы от солнца тоже прекрасны. Это тепло- и звукоизоляция. А это дорого? Если учитывать качество, то совсем недорого. Природные материалы, и там внутри воздух. Поэтому отличный изолятор тепла. Если не попадет вода, он вечный. Мы здесь у нас в Воеводине делали прослойку в подкровельном пространстве. Так вот, когда рушили старый дом, тростник даже цвет не поменял. По мне, так это лучший природный материал. Это называется колуб. Это колуб. У меня есть один, ему 17 лет где-то. А этот примерно 100 лет. 100 лет однозначно. Потому что он кованый, такие когда-то кузнецы делали. Делали такие колупы. Для людей, которые работали с тростником. Хочешь, давай встанем здесь, я покажу, как вяжется сноб. Возьмем вот здесь. Один. Вот такого размера. Прям так, как было 100 лет назад? Да, раньше руками косили. Мы тоже косили, а сейчас трактор косит. Теперь, конечно, легче и косить, и вязать, и нам обрабатывать. Колуб должен быть плотно набит, чтобы сноб был плотным. Вяжем в трех местах, это для транспортировки. Ну и чтобы не оцерел. Ну, когда ставишь надолго, чтобы не загнили. Сейчас Расим хочет объяснить, как раньше вот это все делали 100 лет назад. В принципе, ничего не изменилось. Технология та же. И тростник тот же. Но вот технология, она такая хитрая. Посмотрите. Когда набил колуб, обвязываем его проволокой. Вот так вот перебросим, и теперь в другом месте свяжем. Обязательно в трех местах, чтобы он не оцерел и не загнил, пока не дождался переработки. И вот так вы все делаете в полях? Это да. Так мы вяжем в полях, и потом отправляем на производство. Из него будем делать панели, ограды и изоляционные плиты. Все отправляем на обработку. А это что? Это коса. Китайский сёбун. Китайский? Почему китайский? Ну, потому что хороший металл. Раньше мы коса делали от поломанных кос. А теперь вот... Коса из хорошего металла, и... Она долго не тупится. Это для ручного кошения. Тяжелая работа. Ну, все зависит от привычки. А сколько вы работаете уже? 26 уже, наверное. 26? Да. Человек этим занимается 26 лет. Вот это профи. Отличный нож. Да, хороший. Наточен. Вот так выглядит дом с крышей из тростника. А сколько лет вашей крыши? Ой, когда мы построили дом? 10 лет. Да, 10. Хорошо выглядит. А есть ли проблемы с такой крышей? Ну, пчелы, может быть. Может быть, циреет. Нет, не циреет. Нет. Единственное, чем стоит озаботиться, это чтобы не было никакого источника огня вблизи. Это у вас должна быть очень хорошая страховка от пожара, я думаю. Вот так вот, ребята. Вот так вот выглядит крыша из тростника. Это очень красиво, экологично. Главное, надо бояться пожара. А все остальное супер. За моей спиной Дунай. А мы находимся на Штранде. Одном из самых крупных европейских речных пляжей. И здесь, как вы видите, вот такая красивая и полезная история. В тени очень приятно, кстати. Я, правда, не по сезону одет, но я думаю, что скоро здесь будет народу очень много. Каждый такой зонтик стоит здесь лет 10 минимум. Ничего ему не сделается. Ни дождь, ни снег, лето, зима. Все равно. Тростник – это сила. Сербия, как и любая другая страна Центральной Европы, с высоты птичьего полета выглядит как таракотовая черепица. Но теперь вы вместе со мной знаете, что любителей черепицы здесь много, но не все любят черепицу. Есть люди, которые используют продвинутую фэншуйную технологию крытия крыш. Спасибо, что смотрите. Мы скоро увидимся. Да, и не забудьте подписаться. Будет интересно. Я обещаю.